Кажется, что настроения новогоднего нет и вокруг так себе всему можно противостоять. Ну, конечно, кроме обнуления и смерти близких. Смотрите, как тонко и грамотно человек подметил, обнуление это что-то сродни горю, сопоставимому с потерей близких. Горю, которому невозможно воспротивиться, которому невозможно что-то противопоставить. Горю, с которым нельзя договориться, мы с вами это горе пережили в июле прошлого года. Впрочем, на самом деле, то голосование стало лишь началом целой очереды неприятностей, которые нас еще только ожидают. А за сказанное браво артисту начинаем. Итак, последствия того обнуления мы уже наблюдаем, как сказал выше. Я имею в виду обнуление Конституции, конечно же, а не конкретных людей. Точнее, сроков пребывания этих людей в кресле смотрящего. Основной закон страны ведь тоже обнулили. Мы как-то забыли об этом. Хотя, законом, к сожалению, обновленную Конституцию теперь вряд ли назовешь Талмуд понятий. Для братвы из высших эшелонов вот так будет правильно. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. А я теперь понимаю, что это очень важная книга. Нет, Леночка, исправленная с вашей помощью книга стала гораздо интереснее. Почему? А потому что теперь она фактически развязала руки жуликам. Наделила их правом воровать безнаказанно. Примерно, пожалуйста. В конце декабря в СМИ попало сообщение, на которое мои коллеги почему-то не захотели обращать внимание. Ну да я за них это сделаю. Конституционный суд России разрешил великой и могучей не оплатить бывшим акционерам ЮКОСа. Тупо кинуть людей на деньги по суду позволили. Ну тут, наверное, нужны пояснения. Рассказываю. Много лет назад была такая частная нефтяная компания ЮКОС. Крупнейшая частная нефтяная компания в мире. Это очень важно. То есть не одна из, да, каких много, а крупнейшая в мире. И вот так да. Группа людей, имеющих возможность заходить в высокие кабинеты, решила эту крупнейшую нефтяную компанию прибрать к рукам или отжать. Такого рода преступления вообще-то рейдерством называются. Но поскольку происходило все на государственном уровне, да на глазах у изумленной публики, на глазах у всего мира даже, жулики обставили все так, будь то власти провели какую-то национализацию, якобы вернули украденное народу. Некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. В том числе и, значит, и такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. На самом деле никто ничего, никакому народу не возвращал и даже не собирался этого делать. Просто одни братки отобрали у других жирный кусок. Ну, давайте для ура-патриотов мелко разжую. Если мы говорим о национализации, если оно действительно имело место, то по идее после того, как мы все дружно должны были стать совладельцами предприятия, верно? Я, вы, он, бабушка, вот та. Каждому из нас должны были вручить акции этого предприятия, типа, ребята, это теперь народная компания, вот ваша доля, берите, пользуйтесь. Кто-то из вас такие акции получил? Нет. Тогда о какой национализации можно говорить? В данном конкретном случае произошел именно рейдерский захват. Еще раз. Одни господа отжали у других нехилый актив. Вот и все. Разумеется, бывшие акционеры того ЮКОСа обратились за защитой своих прав в суд, в том числе в международный арбитраж в ГАГе. И вот в 2004 году все то, о чем рассказывал выше, суд признал незаконные сделки и постановил заплатите. Вот теперь мы подошли к главному, причем тут обнуленная конституция, а при том, что как раз эта книга по факту после июля разрешила проходимцам, прикрывающимся государственной крышей, не исполнять решения международных судов, поскольку наши понятия стали выше общемировых законов. Этот ЮКОС раздербанили, раздробили между своими. И сегодня такие компании, как, ну я не знаю, Роснефть или остальные, да более мелкие компании, они частично принадлежат олигархам. Вот эти олигархи откуда взялись? Как раз благодаря переделу этой, значит, этой собственности. Это абсолютно такая же тема в ряде других, значит, отраслей. Конечно, кто-то сейчас может сказать, ой, да меня-то оно как касается. Я и при Ходорковском с того ЮКОСа ничего не имел, и при Сечине ничего не имею. Ни горячо, ни холодно мне от той возни. Вот только я вам возражу, касается еще как. Просто ты этого пока не ощутил. На самом деле данный инцидент очень негативно отразится на экономике страны. Уже скоро. Каким образом? Поясняю. Экономика любого государства нуждается в инвестициях. Экономика США, экономика Китая, экономика России. Всем нужны деньги, инвестиции. Это вложения. Это создание новых бизнесов, открытие новых предприятий, соответственно, появление новых рабочих мест. Это дополнительные налоговые отчисления, наконец. А что они в случае с ЮКОСом продемонстрировали потенциальным инвесторам? Правильно. Ребята, в России у вас в любую секунду могут все отобрать. Никакие суды не защитят. Захотят ли иностранцы при таком раскладе вкладываться в скреп державную экономику? Вот и ответ. Не удивлюсь. Кстати, если в обозримом будущем зарубежные предприятия повально начнут закрываться и уходить с российского рынка? Где ты там? В Икеа, да, сейчас работаешь? А супруга твоя в Би-Пи? Таксовать пойдешь, а жена на панель? Такое у меня для вас патриотическое предсказание будет. Это реальная журналистика. Больше трэша. Во второй части выпуска поехали. Продолжаем с патриотическим настроем. Японский автоконцерн Хонда объявил об уходе из России в 2022 году. Радуйтесь, ватники. Еще больше наших соотечественников без работы останутся. Классно же. Зато ух, как мы им показали, ибо нечего. Своими железками на русской земле банчить мы без их и ведер обойдемся. Это как санкции. Нам только на пользу пойдет. Ага, вот теперь давайте серьезно. И давайте расскажу, по какой причине японцы нас велить их покинуть-то собрались. Сразу расстрою. Там нет политики. Причина чистая, экономическая, невыгодна. И это печальная правда. В 2020 году Хонда продала в России всего 1300 автомобилей. 1300, друзья. В целой России за год. Это для сравнения. В тяжелейшем на фоне общемирового кризиса 2008-м 89 тысяч машин. Они же продали, а в 2020-м вот 1300. О чем это говорит? Да о том, что страна в нищете погрязла, окончательно и бесповоротно. Нет у людей денег. Не то, что на новые автомобили, да? На макарошки уже нет. Не до хорошего. Я вот вернулся совсем недавно с наших точек, находящихся в не очень большом городе. Средний чек 150 рублей. Единичная покупка 15 рублей. Я щелкаю вам пальцами, граждане. Я в регионах, что называется, провожу большую часть своего времени. Давайте мы очнемся вот от этого какого-то московского снобизма. Он меня просто от него рвет на родину. Давайте я вас просто за шкуру возьму и повезу в точки, где мы открываем магазинчики, торгующие сахаром мешками, мукой мешками, 50-килограммовыми. На тему образования предлагаю переключиться, и там тоже рывки, и прорывы наблюдаются. Зачитаю новость, от которой лично у меня глаз задергался. Внимание, 4 января. В силу вступил приказ Министерства просвещения РФ, согласно которому экзамен по иностранному языку в школах все-таки не будет обязательным, как планировалось. Иными словами, ну не нужны российским детям иностранные языки. Круто. Ага. И это век высоких технологий, когда компьютеры становятся неотъемлемой частью жизни любого развитого государства. А напомните мне, на каком языке компьютерные программы пишутся? На каком языке в цифровом мире общаются в интернете? Да неужели на русском? И с чем у меня только один вопрос. Как данное решение правительства можно расценить? И ответ тоже есть. До такого только враг мог додуматься. Самый настоящий враг. Подлый, мерзкий, гадкий. Цель которого уничтожить нацию. Цель которого одебилить население. Превратить народ целой страны в отсталое племя Тумба-Юмба. Поставить Россию на одну ступеньку с каким-нибудь Сомали через 20-30 лет. А дальше чего от них ожидать? Русский, литературу, историю, математику отменим. Оставим только вон рисование, пение до основы православия. А что рабу еще нужно? Попел, сплясал, помолился. Совершенно понятно, что в 22-м году обязательный единый госэкзамен не допустим. Потому что изначально не был обеспечен необходимый объем тех действий, которые нужно было совершить до введения. Соответственно, обеспечить учителями. Кстати, видео, которое вы только что посмотрели, было записано в декабре 2019-го. То есть ему больше года. В кадре депутат Госдумы Аршинова говорит от имени партии «Единая Россия». Сами слышали, в чем ребятишки тогда увидели загвоздку. Квалифицированных учителей не хватает. Говорили, прошло больше года, повторюсь, а проблема даже решаться не начала. Учителей как не было, так и нет. Причем настолько нет, что они даже экзамен отменили. А чем эти друзья целый год занимались? Депутаты, чиновники, отвечающие за образование. Целая армия бездельников все это время зарплату получала, сидя на шее у налогоплательщиков. И простой вопрос. С нехваткой педагогов решить не смогли. Ух ты! Зато эти же ребята с таким удовольствием сказки про дистанционное обучение нам рассказывают. Которое минувшей визной показало себя никакущим не работающим от слова вообще. Однако уже через пару месяцев они там все исправили. Да ладно. Серьезно? Ну если серьезно, кому вы парите мозги? Вы учителей по иностранному за целый год найти не смогли. Как тогда у вас получилось всего за пару месяцев целую систему обучения разработать и внедрить в каждой школе? Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы самым эффективным дистанционным обучением. В пятерку лидеров вошла и коллеги... От Голикова. За что не возьмется, там все эффективно работает. Ага, на словах и в телевизоре. В реале же еще раз учителей по английскому год найти не могут. Если честно, вся их партия напоминает вот эту вот мадам, ставшую уже мемом в соцсетях. У меня джип в Москве. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Спустите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Но похоже они всю страну решили в таких вот дам превратить. И самое печальное, у них это получается. Врут в наглую, открыто, а народ верит. У нас средняя зарплата по стране 50 с лишним тысяч. Тупоголовый ватник сидит у телека. Да, так и есть. Мы первыми сделали вакцину от коронавируса. Она суперэффективная. Лечит от чего хочешь. Даже ВИЧ и онкологию в некоторых случаях. И ватник опять, да, 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 я не сомневаюсь. Правда Путин и его чиновники этой вакциной почему-то не спешат прививаться. Но ватнику же оно не важно. Ватнику в принципе ничего не важно. Главное, что деды воевали. И можем повторить. А еще царь и единая Россия. Да они же нас защищают от натовских солдат. Что мечтают напасть на нас. И захватить покосившиеся деревянные сортиры на четырех сотках. Ладно, это уже совсем другая история. А это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на оба наших канала. Этот и есть еще один новостной. Называется очень просто. Александр Романенков. Спасибо кафе Фаина Раневская за то, что приютили. Кстати, вот сейчас выходные. Загляните. Недорого. Кухня шикарная. Шеф-повара с детства. Знаю, он лет в семь, наверное, к плите встал. С тех пор так у нее и стоит. Дома, когда что-то готовлю для близких. Ему звоню. Иногда совета попросить. Ну и в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем. Обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok